Взрыв газовой смеси в частном жилом доме на двух хозяев произошел вечером в районе 9 часов. В тот момент в нем находились 7 человек, в том числе ребенок. Как говорят жители пострадавшего дома, взрыв раздался настолько неожиданно, что они даже не успели покинуть жилище. Уже хотели ложиться спать, да? Уже это... Женой стелим этот, как его? Ну, чтоб снизу тепло было на кровати, да? Не другое. И как дало, и все. От газа, да, получилось? А вот это непонятно. Мы даже сами... Взрыв был такой силы, что трещины прошли по всему дому, и сейчас он непригоден для проживания. Но чудом никто не пострадал. Сообщение о чрезвычайном происшествии на пульт департамента по честь поступило в 20.55. По тревоге на место происшествия уже через несколько минут выехали специалисты самых различных служб. На место происшествия выехали также сотрудники оперативно-спасательного отряда, службы пожаротушения. Общее количество личных составов составляет 24 человека. Кроме того, там работали сотрудники газового хозяйства и местные исполнительные органы. Кроме того, там же также проводили свою соответствующую работу сотрудники органов внутренних дел. Следов утечки газа представители газовой службы не обнаружили. Сейчас специалисты продолжают устанавливать причину чрезвычайного происшествия. Ситуацию со взрывом прокомментировало городское руководство. Как оказалось, несмотря на то, что пострадавшие в результате ЧП люди остались без жилья, рассчитывать на компенсацию от государства им не приходится, так как масштаб происшествия не отвечает основным требованиям. Этот вид чрезвычайной ситуации, она не относится к таким чрезвычайным ситуациям серьезного характера. В данный момент мы с коллегами, со специалистами, с юристами провели здесь заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и приняли решение, что данный факт не относится к чрезвычайным ситуациям местного значения. Впрочем, сотрудники Акимата пообещали, что один на один с бедой жители пострадавшего дома не останутся. Всем жильцам Акимат предоставил временное жилье. А позже городские власти помогут организовать благотворительный сбор средств на приобретение жилья. Сейчас в районе ведутся ремонтные работы по восстановлению газоснабжения.